Совершенно правильно все было сделано. Это хронический алкоголик больной. Ну, во всяком случае, в течение целого года он пил беспробудно. Каждый день. А может быть даже и кололся. Может быть, это не доказано. Но такие сведения я из материала подчеркнул. У него возникла флегмона левой кисти, по поводу которой он шесть суток не обращался. Флегмона распространил на предплечье. Немного. Ну, наконец он явился, и доктор Василенко ему сделал правильную операцию. Он достаточно радикально вскрыл эту флегмону, обработал ее. Положил повязку с вот пероном. Все, так сказать, в порядке вещей. Назначил антибиотики. И госпитализировал. Кстати, он обращался накануне. И от операции отказался. И ушел. Утром опять явился, и вот Василенко ему все сделал. В общем-то, по большому счету, он даже в госпитализации, может быть, не нуждался. Потому что состояние у него было, ну, ближе к удовлетворительным. Это можно было сделать и амбулаторным все. Но тем не менее Василенко его госпитализировал. На всякий случай, наверное. А кровопотеря при такой... Да незначительная, господи. Ничтожная. Ну, допустимая они, да? А? Допустимая. Ничтожная. Ну, на следующий день он пришел. Он его, по-видимому, назначил заведующим лечащим врачом этого больного. Василенко. Собственно, он и оперировал, как лечащий врач, он не дежурил. Просто ему поручили, и вот по гидам приемного привезли. Приемный такой, да. Ну, да. Утром, судя по истории болезни, состояние его улучшилось. Несколько. И общее состояние, и особенно рана. Гноя небольшое количество было. Признаки распространения на предплечье исчезли. Так-то забыли бить лимфоногиды. То есть поражение лимфатического сосуда. Исчезли. Температура несколько снизилась. Несколько. Ну, тем не менее, он сделал ему перевязку. Правильно все сделал. И продолжал лечить его антибиотиками. И успокаивающими препаратами. Потому что, видимо, он был несколько возбужден. Ну, положенное время, там, полтретьего, что ли, он ушел домой. А где-то к вечеру состояние у него резко ухудшилось. Появилось возбуждение. Появились галлюцинации. Он стал неконтактным. Его положили в реанимационное отделение, потому что у него возникли к нему показания. По общему состоянию. А своевременно ему была эта операция сделана? То есть по обращению? Нет. По обращению своевременно. А по отношению к началу заболевания не своевременно. Он 6 суток не обращал к врачам. Но это привело к тому, что ухудшился процесс. Стал более тяжелым. А необходимо было его переводить в реанимацию в том состоянии, в котором он находился после операции? Сразу? Нет. У него состояние было ближе к удовлетворительному. Значит, Васильенко пишет, что средние тяжести. Ну, если мне вполне согласен, судя по описанию и по фотографиям, которые приводятся, вы видели эти фотографии? Да, да, да. Ну, здоровый, так, удовлетворительный состояние человек. Удовлетворительный, ближе к удовлетворительному состоянию. И то, что ему пытаются вменить вину, что он не перевел больного в реанимацию, это несостоятельно совершено, потому что состояние было, повторяю, ближе к удовлетворительному. А ухудшение наступило вечером, когда он уже был давным-давно дома. Дальше о нем должен заботиться уже дежурный хирург. Он и позаботился, но перевел в реанимационное отделение. А что же с ним все-таки могло произойти вот вечером? Что это вот? Белая горячка. Самая настоящая. Я, конечно, не психиатр, я хирург, но это... Я все равно врач. Конечно. Понимаете? И мне приходилось с этой белой горячкой в прежние годы, когда я дежурил в молодые, сталкиваться нередко. Значит, толчком к развитию белой горячки у алкоголика что является? Любая, любой тяжелый стресс. К таковым можно отнести, в первую очередь, отказ от употребления, резкий отказ от употребления алкоголя. Это самая частая причина белой горячки. Когда непрофессионально, будем так говорить, человек бросает пить. Надо бросать пить по дворе алкоголику под наблюдением врача с применением определенных, так сказать, средств профилактики. Это ничего не было сделано. Ну и, конечно, определенную роль сыграла и его хирургическая болезнь, это полигомона, и вмещательство. Но нерешающее. Решающее это алкоголизм и абстиненция алкогольная. Я почему утверждаю, что это никакой не сепсис, а белая горячка. Во-первых, на основании клиники, которая описана в истории болезни. Белая горячечная клиника. Во-вторых, на основании результата патологоанатомического и судебно-медицинского исследования. В мозгу у него нашли большие двусторонние участки ишемии. Это надо расшифровывать. Не-не-не надо. Обескровливание. Нарушение кровообращения. В сторону обеднения кровообращения. Это характерно для людей, умерших от белой горячки. Это типично. Но это совершенно нетипично для сепсиса. Отек мозга. Тоже белая горячка. Особенно отек ликварной системы. Глубокой, желудочковой. И желудочки были расширены. Все это документировано. Мне непонятно, почему судебно-медицинский эксперт склонился в сторону сепсиса. Но не было у него никаких признаков клинических сепсиса. Не было. Это первое. Не было на вскрытии признаков сепсиса. Если имеются септические осторожнения со стороны головного мозга, то они протекают в виде воспаления мозга. Или это энцефалит. Или это гнойный. Либо это гнойный минингит. Либо это абсцесс мозга. Либо это распространенное околососудистое воспаление ткани мозга. С таким геморрагическим оттенком. С некоторыми участками крови. Этого у него не было ничего. А ищемия была. А отек был. Я не берусь судить, почему так поступил судебный эксперт. Я не могу, так сказать, квалифицировать как результат неквалифицированного отношения. Я не знаю, что это такое. Но факт остается фактом, что я не могу согласиться с мнением эксперта, что это не белая горячка, а это сепсис. А мог ли Василенко предвидеть такие последствия после проведенной операции? Ну давайте тогда всех алкоголиков подозревать в развитии таких тяжких осложнениях, отлавливать их по улицам и класть в реанимацию. Это целесообразно, нет? Конечно, каждого алкоголика можно предвидеть в развитии белой горячки. А что он должен был его, так сказать, в удовлетворительном состоянии класть в реанимацию? Мне могут возразить, что у него были, так сказать, так называемые признаки системной воспалительной реакции, характерной для сепсиса. Были. И Василенко их нашел. Он описывает их. Но этот синдром системной воспалительной реакции характерен не только для сепсиса. Он характерен для любого тяжелого стрессового состояния. Мы его наблюдаем при травматическом шоке, при ожоговом шоке, при анафилактическом шоке, при сепсисе и при белой горячке. А вот эта причина – следственная связь между такими тяжкими последствиями, последующая смерть и действие хирурга. Вот эксперты утверждают, что эта связь есть. Нет, они ошибаются. Я не могу с ними согласиться. Никакой. Есть причина – следственная связь между пьянством и белой горячкой. Между белой горячкой и смертью от вклинения ствола мозга к большому затылочному отверстию. Это результат отека мозга, тяжелого прогрессирующего отека мозга. Да, это есть. Но между хирургическим вмешательством и смертью больного никакой связи нет. И, видите, по-всякому протекает белая горячка. Иногда от нее часто выздоравливают. Нередко она протекает тяжело, но тоже с выздоровлением. А у этого больного, судя по данным, как описанным судебно-медицинами экспертов, у него рано развелась обширная ишемия мозга, то есть обескровливание мозга. Это привело к тому, что погибла кора головного мозга. Остались только стволовые функции, то есть вегетативные функции, которые обеспечивают дыхание, сердцебиение и обменные процессы. Но полностью исключают то, что отличает человека от инфузории. Понимаете? Вот все, что я могу сказать. Личность утрачивается, сознание утрачивается, способность к самообслуживанию утрачивается. Здесь уже регенерация какая-то невозможная. Нет, мозг, если умер, так он умер на все, да. И такие больные, как правило, умирают. Как правило. Субтитры создавал DimaTorzok